Премьера на дожде. По-советски служит в армии, лечится в больнице, получает образование. Я придумал года два назад эту форму. Ленин Парфёнов, Намедни, том 4. Встреча с читателями в прямом эфире на дожде. Поскольку вы говорили про фотографии, я хотел сказать про Эдиопа, присутствующего здесь в первом ряду, великого русского американского фотографа, которому принадлежит, например, вот этот снимок. Здесь много разных снимков. Но этот снимок, вот выжать такое из протокольной съемки, это мраморный зал Кремля. Там были все. Вот так скадрировать, вот так передать, это и до сих пор остается для этой первой семьи, скажем так. Эдя, ты теперь так можешь? Абсолютная эмблемная фотография. Ничего, вот умри, ничего не сделать, шибче этого. Я убежден. Ольга, правда? Правда. Вот Ольга Львовна Свиблова считает, что это так. Подобедите, подойдите, Оля. Оля. Оля, скажи о роли фотографии. Вот знаешь, на самом деле я считаю, что эти издания стали возможны вот только с самые последние годы, потому что в массе своей публика научилась различать хорошую карточку от плохой. Раньше этого не было. Вот сейчас можно публиковать какие-то снимки и понимать, что есть значительная часть аудитории, которая считает информацию, которая содержится без того, чтобы ее растолбычивали. Ну, я бы не преувеличила, что так уж научилась различать, но, безусловно, в середине 90-х годов Россия отмечена тем, что в нее фотография вошла уже как бы с собственным лицом. И я помню, как на первом фото-бинале, 96-й год, его здесь нет в событиях, думаю, что это было событие, одной из главных выставок, была выставка как раз фотослужбы коммерсанта. И делали мы ее с Эдиопом. И действительно, фотография входит в этот момент, потому что люди начинают копаться в истории. Фотография и сегодняшний день, и все-таки попытка понять, откуда мы пришли, потому что совершенно никто не понимает, куда мы идем. И вот этот момент, то что, кстати, во время 90-х не так много хороших фотографий сделано. Люди начинают смотреть на фотографию, и если говорить о какой-то, вот, например, реальной социальной фотографии, ведь не возникло ни одного агентства, кроме фотоагентства коммерсанта. Реально не возникло. Ну, Максимишин сам по себе агентствовал, например, я считаю. Да, возникли несколько единиц, но все-таки появляются фото... Или Козырев. Ну, правда, он для тайма работает, прежде всего, да. Появляются фотографы, появляется реальный фоторепортаж без постановки, это безусловно, но люди начинают смотреть историю, и я надеюсь, что, может быть, там, вот, в следующем десятилетии они научатся ее по-настоящему хранить и делать снимок, чтобы сохранять. Все-таки в этот момент люди смотрят на фотографию и просто начинают давать ей ценность. Мне кажется, это важно было. Вот я хочу закрыть вопрос... Ну, нет, закрыть вопрос... Не, не закрывай вопрос. Здесь закрыть вопрос о фотографии. Вот, Эдди, я... Вот, действительно, у меня такой вопрос, вот, политическая фотография, да, я имею в виду политическая... Ну, любая фотография политическая, наверное, даже про землетрясение, а вот так якобы протокольная или квазипротокольная фотография, которую вот Леня сейчас демонстрировал. Вот возьмем 90-е годы и возьмем вот эти. Что изменилось вот в подходе к ней, возможности публикации, в прототипах? Мне кажется, я же начал как... Эдди Уб, это руководитель... Эдди Уб фотослужбы издательского домового коммерсата. Я бы сказал, что это разница психологии фотографа. Что в 90-е годы фотографы, они искали какие-то совсем открытия возможностей показывать то, что раньше они не могли показывать. Это выливалось в какие-то злоупотребления. Я бы сказал, Владимир Владимирович тут говорит много о свободе, ответственности перед свободой. Я своим американскими мозгами видел много злоупотреблений со стороны фотографов, которые показывали не в правильном объективном свете. Но при этом появилось много божественной интересной объективной фотографии при этом. Сегодняшняя психология фотографов совершенно другая. У нас совершенно другая среда, и фотографы, они это чувствуют. И мне кажется, есть меньше политического азарта, персонального желания делать что-то новое, что-то интересное, что-то острое. Они снимают более протокольные, как протокольные фотографии. В общем, 90-е, оказывается, были лучшими годами российского газетного снимка. Это правда. Продолжение следует...